Здравствуйте дорогие друзья! Сейчас я вам покажу как парсить интернет-магазины в CSV файлы на примере Яндекс.Маркета. Перед началом работы необходимо сбросить все настройки на заводские. Используйте пункт меню файл, создать новый проект для парсинга в CSV, если вы парсите в CSV файл, или создать новый проект, если вы парсите статьи или файлы другого формата. В этом видео процесс сбора ссылок на товары будет опущен, и мы для примера скопируем пару ссылок на товары из браузера вручную. Для вставки ссылок в программу достаточно использовать специальный инструмент. Он вызывается нажатием клавиши F8 или через контекстное меню списка ссылок. Также ссылки в программу можно вставлять сочетанием клавиш Ctrl V при условии фокуса в списке ссылок. Для перевода фокуса в список ссылок достаточно кликнуть левой клавишей мыши по нему. Как мы видим, добавились две ссылки. Теперь нам нужно задать границы парсинга, то есть показать программе, какие части веб-документа нужно парсить. Заголовок, картинка, рубрика, описание и так далее. Для этого нажимаем эту кнопку или сочетание клавиш Ctrl F1. Открывается инструмент задания границ парсинга, где в верхней части располагается код веб-документа, который программа получает при обращении к сайту, при обращении к данной странице товара. А в нижней части располагается встроенный браузер Internet Explorer, который служит лишь для того, чтобы облегчить навигацию по коду веб-документа, который расположен в верхней части. В правой части этого инструмента располагается список ссылок, с которыми мы работаем. Это ссылки, которые мы только что добавили. Если дважды кликнуть на какую-либо из них, то будет загружен код этой ссылки. Для удобной навигации по коду продумана система поиска определенных частей кода. Мы кликаем, например, на заголовок в браузере. Этот заголовок автоматически вставляется в окно поиска по коду и производится поиск по коду веб-документа. Если мы кликнем несколько раз по заголовку, то будет производиться поиск следующего совпадения. Если мы кликнем на картинку, то будет производиться поиск по ее адресу. Также может быть, что мы кликнули на цену, а поиск не произошел. Поэтому мы должны искать отдельные части цены в данном случае. Что же, приступим непосредственно к заданию границы парсинга для заголовка. Мы выбрали наиболее подходящее совпадение в коде. То есть, оно находится в теге H1. Нам нужно выделить начало парсинга и нажать кнопку «Задать начало парсинга». И выделить конец парсинга. И нажать на кнопку «Задать конец парсинга». Все, что между началом и концом парсинга, программа будет сохранять. После нажатия на кнопку «Задать конец парсинга», фокус автоматически переводится в поле названия границы парсинга. Здесь нам нужно вписать ее название. После того, как граница парсинга задана, мы нажимаем на кнопку «Задать значение начала и конца парсинга» и перейти к следующей. Она имеет ходкей F3. Что произошло? Граница парсинга заголовка сохранилась, и мы перешли к заданию границы парсинга 2. Допустим, мы сейчас спарсим картинку. Кликаем на картинку. Ее адрес вставляется в поле поиска, и происходит ее поиск в коде. Мы видим, что была найдена картинка в теге EMG. Это маленькая картинка, которую вы видите в браузере. Если вы хотите сохранить большую картинку, она обычно находится в теге A. Зададим начало парсинга. И конец парсинга. Стоит отметить, что часть начала парсинга, ID, она будет меняться от одного документа к другому. То есть, смотрите, на этом товаре оно имеет ID данного значения. Если мы откроем другой товар, оно будет другого значения, и, соответственно, картинка не будет найдена. Чтобы закомментировать эту изменяющуюся часть, мы должны ее выделить, нажать правую клавишу мыши для вызова контекстного меню и вставить специальный макроскип. После этого поиск будет производиться с разными ID. Теперь мы задаем название границы парсинга. И опять жмем кнопку «Задать и перейти в следующий», которая имеет Hotkey F3. Теперь мы спарсим цену. Стоит отметить, что в программе есть функция автоматического задания начала и конца парсинга. Она работает в 90% случаев, верно, но иногда она дает ошибки, так как на разных страницах верстка может быть совершенно разная, и подбор начала и конца парсинга должен осуществляться человеком. Для примера мы задали три границы парсинга. Это заголовок, картинка и цена, что в принципе достаточно, чтобы понять суть работы программы. Жмем кнопку «Готово». И видим, что заданные границы парсинга теперь отображены в дереве слева. В центральной части программы располагается шаблон вывода. То есть, что мы сюда пропишем, то и сохранится в результирующий документ. Допустим, прописали мы здесь любой текст. Выполняем предпросмотр парсинга, нажав на эту кнопку. И мы видим, что в результате появился этот самый текст, который мы дописали, и наши границы парсинга, которые мы задали. То есть, мы можем изменять как угодно результирующий файл, результирующий CSV файл. Я сейчас выделил границу парсинга номер три, границу парсинга цены. Все границы парсинга имеют свои макросы и могут быть вызваны несколько раз. Смотрите, я дважды кликаю на заголовок, и он вставляется в шаблон вывода. И он будет выводиться в результирующий файл. Выполняем предпросмотр. Видите, этот заголовок вывелся несколько раз. Для автоматической настройки шаблона вывода и строки заголовка, то есть названия колонок таблицы, мы кликаем правой клавишей мыши по шаблону вывода и жмем этот пункт меню. В заголовок вставились названия границ парсинга, в шаблон вывода вставились их макросы. Выполняем предпросмотр. Мы видим, что в поле картинка у нас есть ссылка на картинку, но сама картинка на диск не загружена. Чтобы картинка на диск загрузилась, мы должны взять ее в специальный макрос для загрузки картины. Опять же, выделяем макрос картинки, правая кнопка мыши и выбираем этот пункт меню. Следует отметить, что на Яндекс.Маркете картинки выводятся скриптом, то есть в ссылке присутствует знак вопроса. Чтобы такие картинки загружались, мы включим соответствующую опцию. Кликаем дважды. Отмечаем эту опцию. Жмем готово. И пробуем выполнить предпросмотр. Как видим, картинка загрузилась на диск. Выполняем предпросмотр другого документа. Другая картинка загрузилась на диск. Сейчас название картинки выглядит не очень красиво. Мы можем взять название картинки из заголовка. Для этого будем использовать специальный макрос. Открываем редактор шаблона вывода. Это инструмент, который позволяет работать со всеми макросами. Он вызывается нажатием клавиш Ctrl-2 или нажатием этой кнопки. Слева в редакторе шаблона вывода мы видим макросы границ парсинга и другие макросы, которые предназначены для обработки данных. Чтобы задать имена файлов, документов или картинок, мы должны использовать макросы из этой группы. Для задания имен файлов, картинок мы будем использовать макрос ImageSnames. Переходим в режим редактирования кода. Вставляем макрос ImageSnames, дважды кликнув по нему, или произведя перетаскивание из дерева в редактор шаблона вывода. Сюда, в этот макрос, мы должны вставить желаемое название картинки. Мы можем прописать его вручную. Как мы видим, оно вставилось. Либо мы можем взять его из заголовка, из границы парсинга заголовка. То есть, вставив макрос в заголовок. Кликаем дважды по заголовку. Вставляется макрос границы парсинга заголовка. Выполняем предпросмотр. И видим, что картинка теперь называется так же, как и наш заголовок. Как вы заметили, значение цены выводится не очень в красивом виде. Тут присутствуют пробелы, могут присутствовать различные знаки, такие как обозначение валюты, точки лишние, запятые и тому подобное. Для того, чтобы удалить все лишние знаки, мы используем макрос цены to price, который можно найти в поле поиска. По дереву макросов. Мы нашли этот макрос. Дважды выделили цену. Дважды кликаем по макросу. И видим, что он добавился в шаблон вывода. Также мы заметили здесь, что стоит умножение на единицу. Это множитель. Мы можем добавить к цене 20%, 30% умножить на 1,2 или 1,3. Как вам угодно. Выполняем предпросмотр. Видим, что цена умножилась на 120% от оригинальной. Из нее был убран пробел. Если мы оставим здесь единицу, то будет выведено оригинальное значение цены. Такое, какое оно есть на сайте. Наверное, вы заметили, что можно редактировать и в режиме таблицы, и в режиме кода. Кому как удобнее. Я рекомендую работать с режимом таблицы, если вы парсите в CSV файлы. То есть вы можете перетаскивать макросы границ парсинга в нужные ячейки таблицы. Это просто более удобно. Ну, я предпочитаю работать с кодом. На этом все. Простите, чуть не забыл. Наверное, у вас возник вопрос, как это все сохраняется. После того, как мы выполнили все настройки, прописываем путь сохранения будущего CSV файла. Нажимаем на панели инструментов «Начать парсинг» или клавиша F5. Файлы будут сохранены в эту папку на диске. Чтобы открыть эту папку из программы, нажимаем на кнопку «Проводник». Мы видим здесь папку, содержащую себе картинки и файл CSV. К сожалению, у меня не установлен Microsoft Excel. Откроем этот файл из встроенного в программу редактора CSV файлов. В принципе, это то, что нам было и нужно. Спасибо большое за просмотр и приятной вам работы.